В эфире Киноа России итоговая информационная программа «События недели» в студии Ашемес Пхешхов. Доброе утро. Главная политическая новость недели. На очередной 27-й сессии Народного собрания Карачао-Черкесии депутаты парламента единогласным решением проголосовали за избрание на должность главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова. Напомню, на должность главы республики в Народное собрание были внесены три кандидатуры – Олега Жидяева, Рината Акбаева и Рашида Тимрезова. Репортаж с исторической сессии Народного собрания подготовил Мурат Джанкиозов. В работе сессии приняли участие полномочный представитель президента России ВСКФО Юрий Чайка, а также члены Совета Федерации, депутаты Госдумы России, члены правительства республики, главы городов и районов, руководители правоохранительных органов, представители духовенства и другие. Открывая сессию, председатель Народного собрания Александр Иванов сообщил, что президентом России были внесены три кандидатуры для избрания на должность главы Карачаева-Черкесии, депутаты Народного собрания Олег Жидяев и Ринат Акбаев и действующий глава Рашид Тимрезов. Каждый из них выступил перед собравшимися с приветственной речью. Не в отдаленной, а в реальной, относительной перспективе. Поэтому хочу заверить, что с вашей поддержкой я намерен сделать максимально возможным для своего военного, который я искренне, искренне, который я дождусь и люблю всей душой. Для благополучия республики, чтобы отдавать все свои силы, знания и возможности. Перед ним у нас очень много работы, сложные задачи, но общими усилиями, все вместе. Я абсолютно убежден, что мы все их приоткли. По решению депутатов, избрание главы республики проводилось тайным голосованием с использованием бюллетеней. Далее, после процедуры тайного голосования, председатель Народного собрания объявил результаты и сообщил, что из 48, все 48 депутатов парламента отдали свои голоса за Рашида Тимрезова. Затем состоялась процедура вступления в должность нового главы Карачаева Черкесии, в ходе которой Рашид Тимрезов в соответствии с Конституцией республики принес присягу народам Карачаева Черкесии. Глянусь при осуществлении полномочий главы Карачаева Черкесии, уважая и охраняя права и свободу человека и гражданин, взращая права и веру служить на государственную народу Карачаева Черкесии, соблюдая и защищая Конституцию и законы Российской Федерации, Конституцию и законы Карачаева Черкесии, Республики, стоять на страже и призма, и целостности Карачаево-Черкесии Республики, и поставить Российской Федерации. Спикер регионального парламента вручил избранному главе Республики символы власти, штандарт и знак главы Карачаева Черкесии. Торжественное мероприятие по случаю вступления в должность главы Карачаева Черкесии продолжилось с выступлением полпреда в СКФО Юрия Чайки. Прошу депутатам высшего законодательного органа Республики, независимо от ваших политических глядов, конфессиональной либо национальной принадлежности, быть союзниками главе региона и его ответственного органа. Желаю вам, уважаемый Арченг Борисович, успехов во всех начинаниях, на благо Республики и нашей великой Родины в России. Также главу Республики поздравили председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев и архиепископ Пятигорский Черкесский владыка Феофилак. Духовные лидеры подарили Рашиду Тимрезову священные книги, Коран и Библию. Человек, он не сам по себе выходит на должность. Когда ему Всевышний позволяет, он тогда только идет и руководит. Дай Аллах вам, Рашид Борисович, и дальше руководить так же, как вы руководили. Мы все это прекрасно видим. Видим то, что творится у нас в Республике. Изменения хорошие. Дай Аллах вам все это продолжать. Священное Писание об избрании говорит следующими словами. Не вы меня избрали, а я вас избрал, говорит Господь. И в этом смысле на каждого и здесь присутствующим, а в особенности на вас, Рашид Борисович, возлагается особая ответственность чувствовать это избрание. Избрал для того, чтобы твоими руками, твоими словами и твоими поступками делать дело правды, мира, справедливости и любви. В завершении спикер парламента от имени всего депутатского корпуса поздравил Рашида Темрезова с избранием на должность главы Карачаева Черкесии и пожелал дальнейшей плодотворной совместной работы на благо республики. Мурат Жентезова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. О ближайших планах на будущее после инаугурации избранной глава Карачаева Черкесия Рашид Темрезов рассказал нашему телеканалу. Рашид Борисович, скажите, пожалуйста, какие приоритетные цели и задачи вы ставите перед собой, вступив в должность? Для меня были и есть и остаются самые главные приоритетные цели. Это те цели, которые ставят, национальные стратегические цели и задачи, которые перед нами ставит наш президент, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И, конечно же, наши жители. Это улучшение качества жизни жителей Карачаева Черкесской Республики. Я хочу поблагодарить президента Российской Федерации за то, что он внес мою кандидатуру на рассмотрение парламенту республики, депутатов Народного Собрания парламента, которые проголосовали, ну и, конечно же, в первую очередь, всех жителей нашей республики. Для меня ближайшая перспектива, ближайшие пять лет работы, это, в первую очередь, конечно же, чтобы чувствовать, слышать, видеть все те чаяния, которые сегодня, и те задачи, которые перед нами ставят жители. И я все постараюсь сделать, все, что от меня зависит, и я, и моя команда, для развития нашего родного региона, родного края в составе сильной, могучей и мощной Российской Федерации. Указом главы республики Рашида Тимрезова, членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Карачаева-Черкесии назначен Крым-Казаноков. Также в начале недели Аслан Озов, который работал председателем правительства республики, возглавил отделение Пенсионного фонда России по Карачаевой-Черкесии. А кандидатуру Мурата Аргунова глава республики Рашид Тимрезов представил на должность исполняющего обязанности председателя правительства Карачаева-Черкесии. На этой неделе состоялась и внеочередная 28-я сессия Народного собрания республики 6-го созыва. На ней говорили о отдаче согласия главе Карачаевой-Черкесии на назначение на должность председателя правительства республики. Единогласным решением депутатов парламента кандидатура Мурата Аргунова утверждена на пост премьер-министра Карачаевой-Черкесии. Он, в свою очередь, пообещал работать четко и эффективно в тесном взаимодействии с депутатским корпусом республики. Своевременно и качественно выполнять поставленные цели приступить к реализации задач, поставленных главой республики. На протяжении уже долгих лет с каждым из вас, со многими, занимаемся развитием нашей республики. Я хотел бы вас всех за это поблагодарить. Хотел бы поблагодарить руководителей и правоохранительных органов, глав городов, районов. И в соответствии с конституцией Карачаевой-Черкесской республики, Александр Игоревич, уважаемые депутаты, хотелось, чтобы вы поддержали кандидатуру Аргунова Мурата Олеговича на назначение председателем правительства Карачаевой-Черкесской республики. Хочу поблагодарить вас, Рашид Борисович, за оказанное доверие и внесение моей кандидатуры на должность председателя правительства для рассмотрения депутатами Народного собрания парламента Карачаевой-Черкесской республики. Уважаемый Александр Игоревич, уважаемые депутаты, хочу поблагодарить вас за то, что вы поддержали мою кандидатуру. Сегодня во фракциях мы обсудили с вами первоочередные задачи, которые стоят перед правительством. Безусловно, своевременное и качественное выполнение этих задач зависит от тесного взаимодействия депутатского корпуса и правительства региона. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Касса 2-96-58 Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас. В эфире Радио России. Карачаево-Черкесия. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны. Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. 13-й Конгресс Международной Черкесской Ассоциации состоялся. В этом году организации, объединяющей адыгов всего мира, исполняется 30 лет. В эту встречу участники Конгресса подвели итоги работы, обсудили наиболее актуальные вопросы, касающиеся развития и сохранения языка, культуры, обычаев и традиций черкесского народа. И еще раз подчеркнули мирную политику МЧА, направленную на дипломатичность и консолидацию народа. Фатима Даурова подробнее. В эти минуты в Нальчике, в столице Кабардино-Балкарии, проходит Конгресс Международной Черкесской Ассоциации. Делегатами стали более 70 человек из разных стран мира, где проживают адыги. На повестке дня избрание лидера организации и намечение планов работы ассоциации на ближайшие три года. Представители федеральных и республиканских органов власти, министерств и ведомств, духовенства, национально-культурных центров и общественных организаций гостей мероприятия приветствовал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В своем выступлении он подчеркнул, что сегодня Российская Федерация остается единственной страной в мире, где адыгские народы имеют полноправную субъектность и где созданы гарантии для сохранения родных языков, национальной культуры, духовной ценности и традиций. Работа МЧА в этом направлении остается фундаментальной. Трудно сегодня переоценить значимость ущилий вашей ассоциации, направленных на сохранение адыгской национально-культурной самобытности и языка, реализацию образовательных, просветительских и воспитательных программ. Приветствие участника мероприятия направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Его зачитала руководитель Департамента по национальной политике администрации президента России Татьяна Вагина. Особого признания заслуживают усилия ассоциации по поддержанию мира и согласия на Северном Кавказе. Ваш конструктивный диалог с государственными структурами, институтами гражданского общества. Уверен, что ваш конгресс пройдет в творческом, плодотворном ключе, послужит успешному решению актуальных вопросов, стоящих перед ассоциацией. Желаю вам всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Она же вручила благодарности от имени Совета при президенте России по межнациональным отношениям Исхаку Машбашу, Хаути Сахрокову, Мухаммеду Хафице. В ходе конгресса делегатами обсуждались наиболее актуальные вопросы, касающиеся сохранения самобытности и идентичности адыгского народа, укрепления межнационального и межконфессионального согласия. Но самым тревожным вопросом, который вызывает наибольшее опасение у каждого представителя черкесского народа, остается вопрос о сохранении родного языка. Формирование и распространение идеи единства и сплоченности адыгского этноса, налаживание и поддержание связи с черкесскими диаспорами, обсуждение актуальных проблем и их решение совместными усилиями, вопросы репатриации и экономического сотрудничества – всем этим занимается МЧА. Мы, черкесы из Европы, стремимся поддерживать связь с исторической родиной. Мы хотим сотрудничать во всех направлениях социальной и экономической сфер. В ходе конференции делегаты приняли решение, касающееся кадровых перестановок. Руководитель Черкесской ассоциации Хаути Сахроков был переизбран на эту должность на очередной трёхлетний срок. Вице-премьером стал председатель Адыгахаса Черкесский парламент Карачаева-Черкесии Али Асланов. Делегация из Карачаева-Черкесии в полном составе приняла участие в этом конгрессе. От главы Рашида Тимрезова выступил Вячеслав Терев. Обновили исполком Международной Черкесской ассоциации. В исполком МЧА вошли от нашей республики Исмаил Афаунов и Аслан Карданов. Председателем ревизионной комиссии стал Мухаммед Теркулов. Ещё один представитель нашей республики, заслуженный журналист Карачаева-Черкесии и Адыгеи Мусалишаков, был удостоен высшей награды МЧА нагрудным знаком и благодарственным письмом за неоценимый вклад в развитие и сохранение адыгского черкесского языка. Больше 40 лет Мусалишаков отдал работе в журналистике на черкесском языке. Его телевизионные печатные работы удостоены самых высших профессиональных наград, а его голос узнаётся ценителями родного языка с первых минут. Одного человека выделить как-то, если даже выделили меня, то это всеобщий труд коллектива. Я благодарю и свою студию, и свой коллектив именно за то, что через наш труд обратили на наши творения, на нашу писанину, как говорится. Вот с такой наградой нас выделили. В этом году МЧА исполняется 30 лет. За годы своего существования она значительно укрепила свой авторитет, объединила вокруг своих задач и целей известных представителей черкесской общественности как в России, так и за рубежом. Фатима Даурова, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия, Нальчик. Символ единения всех черкесов мира. Официальный праздник День Адыга отмечается в золотую осень. Представители общественной организации ДГХАСа, Черкесский парламент республики встретили его в Черкесском районе Кабриднобалкарии. Фатима Даурова была в числе приглашенных. Делегацию из Карачаева, Черкесии в Черкесии встретили как самых почетных гостей под традиционную игру звонкой гармоники из чаши национального напитка черкесов «Махсыма». Такого визита давно ждали обе стороны, у которых есть негласная договоренность о тесном сотрудничестве. День Адыгов – сравнительно молодой праздник. Ему всего лишь пять лет, но у него появились уже свои традиции. И одна из них – ходить в гости друг к другу. Сегодня делегация из Карачаева, Черкесии, приехала в город Терек, Кабардино-Балкария, чтобы увидеть праздничную программу, посвященную этому дню. Кабардино-Балкария Песни и танцы в исполнении мастеров искусств Терского района сменялись один за другим. В промежутках между номерами выступали с приветственными словами и словами благодарности хозяева праздника и гости. Они говорили о значимости таких встреч, о налаживании тесного сотрудничества, о том, что нужно сохранить удивительно красивые традиции и обычаи адыгов и приумножить культурное, национальное достояние народа. Все это можно сделать только при одном условии – если родная речь всегда будет звучать из уст каждого адыга. Чтобы чувствовать себя принадлежащим какой-то нации, необходимо знать язык, необходимо знать традиции и обычаи этого народа, необходимо культуру этого народа знать. Поэтому я хочу пожелать, чтобы они все, во-первых, не забывали свой язык, чтобы обязательно знали свой язык. Да, это сложно в современное время, но если будет на это направлена и государственная политика, в тех образованиях, где проживают народности наши, не только наши, любые другие, если будет на это направлена и работа в семье, обязательно, чтобы на родном языке разговаривали, я думаю, нам это удастся. Старинные черкесские игры, которые занимали детей сотни веков назад, сегодня получили второе дыхание благодаря усилиям активистов и людей, неравнодушных к своей истории. Эти ребята проявляют ловкость и смекалку, чтобы прослыть с самыми лучшими и умелыми среди своих сверстников. Подручные материалы для игр аналогичны тем, что были у их ровесников в далекие времена. Именно про такую преемственность говорят представители молодого поколения черкесов. Ответственность. Ответственность перед своими старшими, перед предками, перед предыдущими поколениями, ответственность перед грядущими поколениями, потому что мы все являемся звеньями в цепи, как и у каждого народа. Мы являемся звеньями в цепи поколений и, естественно, должны достойно перенять то, что нам передали предки, и достойно передать их нашим потомкам, чтобы они, когда-то наши внуки и правнуки, вспоминали с такой же гордостью о нас, как мы сегодня вспоминаем о наших прадедах. Этот день олицетворяет многовековой исторический путь народа и современный этап его развития. Он дает возможность прикоснуться к своим корням и в полной мере ощутить принадлежность к адыгскому этносу. Оттого так сердечно и тепло его отмечают черкесы всего мира. В Чечне прошел межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Юга России «Круг дружбы». Карачаеву Черкесию на фестивале представил фолклорно-этнографический ансамбль «Апсаты» из Джакутинского района. С подробностями Мурат Жанкёзов. Делегацию Карачаева Черкесии встретили традиционными балкарскими хачинами. Через шутки и прибаутки мгновенно установились по-настоящему дружеские отношения. Да и сама задача фестиваля – это создание новой площадки для взаимодействия участников творческих коллективов и привлечения молодежи к развитию этнокультурного многообразия страны. Народы, которые проживают у нас на Кавказе, более тесно контактировали друг с другом на таких ярких мероприятиях, как на этом фестивале. Естественно, это сохранение нашей культуры, наших традиций, обычаев. Я думаю, такие фестивали необходимы. На данный период, как вы знаете, в связи с тем, что, значит, сфорализация сплошная, очень много моментов, связанных с гаджетами, я о молодежи сейчас говорю, теряется основное. Язык забывается, я не знаю, культура. Это как раз служит тому, чтобы всё это сохранить. В рамках фестиваля в фойе Государственного дома творчества «Войнах» была представлена выставка изделий чеченских мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Конечно, мы рады вот той интеграции и в культурное пространство Чеченской республики, и что мы это всему миру, в частности, у нас, если говорить о Кавказе, мы все едины, у нас одинаковые традиции, обычаи, культура, и мы рады, что здесь мы снова и снова вместе ещё раз собираемся и прежде всего демонстрируем и нашим народам, и всему миру наше красивое дружное единство. На фестивале «Круг дружбы» устраиваются яркие театрализованные представления в национальных костюмах. Можно принять участие в различных церемониях, послушать этническую музыку и насладиться красотой народных танцев. Эльбрус красавец, смотри сквозь тучи, Пемо им по пахе синеву, Этой вершиной свежкой могучей Я любоваться не могу. О райда, райда, о райда, райда, о райда, райда, о райда, о райда. Через взаимовлияние и взаимообогащение участники фестиваля приобрели новые творческие идеи, чтобы еще лучше и достойнее представлять регионы в других аналогичных проектах. Нам очень понравилось. Новые люди, новые знакомства, творческие, новые какие-то номера. Мы участвовали на многих фестивалях, с астраханцами участвовали, со всеми в Москве участвовали, везде участвовали. Но сегодня особо, так скажем, очень приятно, очень красиво, хорошо. Мы тоже, в свою очередь, приглашаем вас. И очень хотелось бы, чтобы вот такое мероприятие проводилось каждый год во всех республиках нашей Великой России. В церемонии награждения приняли участие все приехавшие коллективы. Дипломантом фестиваля стал и коллектив ансамбля Апсаты из Усть-Чугутинского района. Также участники фестиваля смогли побывать на экскурсиях по Грозному, увидеть Нихалойские водопады, Грозный Сити, Мечеть, Сердце, Чечни. Во всем мире, включая и нашу страну, проходит шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения по инициативе Организации Объединенных Наций. Она посвящена теме снижения скоростного режима в городах, в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. Неделя должна стать основной для осуществления на национальном уровне цельвих мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. В республиканской столице сотрудники ОГИБДД совместно с представителями Общественного совета при ОМВД России по Черкесску провели профилактические беседы с учащимися начальных классов 13-й гимназии. Темой занятия стало правильное поведение на дорогах. Ребятам рассказали, как нужно переходить проезжую часть и объяснили, почему так важно соблюдать правила дорожного движения. В ходе мероприятия школьникам также продемонстрировали специализированные транспортные средства сотрудников госавтоинспекции, что имеется в их комплектации для осуществления служебных обязанностей. Ребята, в свою очередь, нарисовали плакаты с призывами о соблюдении правил дорожного движения. Украшение Карачаева Черкесии – прекрасное озеро Хурлакёль. Название в переводе с карачаевского означает «блаженное озеро». Природа в ее окрестностях схожа с предгорными районами швейцарских Альп и с шотландскими пейзажами. И есть здесь естественный памятник природы депортации карачаевского народа. Как окружающая среда отозвалась на те трагические события. Существует и легенда о Хурлакёль. Продолжает нас знакомить с красотами Кавказа вместе с русским географическим обществом Алла Динаева. И вот ее живописный репортаж. Много озер в Карачае. Хурлакёль – самое прекрасное. Большое оно и очень синее. Стройные сосны растут на зеленых берегах и удивленно глядятся в его чистое зеркало. Спит озеро в тихие дни, а по вечерам, когда с горных склонов спускается ветер, частая рябь идет по нему. Высокие звезды качаются на прозрачных его волнах и густой камыш, задумчиво вздрагивая, нашептывает в воде древние предания мудрых нартов. Эту легенду о молодом пастухе Аймуши, который на берегу Хурла озера выбрал стойбище для своей атары, читали и слышали многие. А геоэкологические и рекреационные особенности озера изучили в ходе экспедиции сотрудники Качего имени Умара Алиева еще в 2012 году. Около недели они жили на берегу Хурлакёль. Заведующий кафедрой экологии и природопользования географического факультета Вячеслав Анищенко рассказывает, что при измерении лесного массива их привлекла однородность древостоя, которому порядка 70 лет. Животноводы покинули эти места в период депортации. И сосна где-то лет 10-15 развивалась без нарушений, не вытаптывалась котом. И в результате лес сомкнулся. И это естественный памятник природы, памятник тем печальным событиям, которые происходили 70 лет назад. Вот этот одновозрастный лес. Если сейчас там осуществить уход за этим лесом, то можно создать уникальный ландшафт, повысить продуктивность этого леса, его эстетическую значимость. И он уже приобретает свой сакральный характер. Это озеро такого сакрального характера. И люди могли бы, конечно, прийти там отдохнуть, вспомнить эти исторические события, которые произошли. И, конечно, естественный памятник, как бы порог природы отозвалась на те события и, значит, увековечила их. Если бы местные органы власти обратили внимание на этот памятник природы и разработали контролируемые маршруты, чтобы люди могли посещать это место и приносить дань памяти печальным событиям 43-го года. Ведь Хурлакюль нуждается в охране и в доступности, говорит Вячеслав Онищенко. Это Министерство экологии и природных ресурсов, это Росприроднадзор должны тоже самоосуществлять контроль за охраной этого. А Управление лесного хозяйства, они должны грамотно провести уход. Вот. И мы бы могли и принять участие, чтобы вот сформировать именно такой лес ажурной, кроной, вот, доступный, с местами отдыха, с местами прогулок вокруг озера. И вот этот лес, вот, сосняк, на высоте 2100 метров, это верхняя граница леса фактически. Вот. Она бы была, конечно, уникальным памятником бережного отношения местных людей вот к этим вот местам. У нас в республике природа создала прекрасное место, как Линдуловская роща в Ленинграде, говорит Вячеслав Валентинович. Переходная зона от Субальпики к Альпийской зоне, вот, это уникальное явление. Таких мест у нас, пожалуй, больше и не трудно назвать. Живописнейшее озеро Хурлак-Кёль расположено на высоте 2080 метров над уровнем моря. 8 лет назад, когда участники экспедиции детально обследовали озеро и окрестные места, сканировали дно эхолотом и провели химический анализ по 23 показателям, выяснилось, что максимальная глубина 8 метров, протяженность порядка 300, а ширина 170-180 метров. Общая площадь озера 4 гектара. По химическому составу это исключительно чистая пресная вода. А начало дороги на Хурлак-Кёль начинается в Кубанском ущелье, у слияния разноцветных вод двух рек Кубани и Худес. А получилось это интересное природное явление из-за того, что Кубань берет свое начало с литников Эльбруса и имеет каменистое дно. Ее вода в отсутствие дождей прозрачная с зелено-голубым оттенком. А река Худес имеет глинистые почвы и берет начало вдали от литников. И поэтому имеет черный, а то и бурый цвет. А место их встречи, конечно, впечатляет. И преодолев мост через Кубань, попадаешь в ущелье Худес. Далее проезжаешь каменные ворота, так называемые царские. Некогда это была огромная песчаная скала, которую взорвали геологи, чтобы освободить проезд. А после созерцаешь всевозможные ландшафты из лиственных лесов, которые сменяются полянами, пастбищами, и попадаешь к прекрасному озеру, которое напоминает чашу внутри лесного обрамления. Хурлак-Кюэль имеет статус особо охраняемой природной территории, называется патриархом среди озер, поскольку в акватории водоема и вокруг него сохранились реликтовые растения древнелетниковой эпохи и живописные уголки дикой природы. Здесь открываются туристам удивительные пейзажи, которые погружают в сказочный и необыкновенный красотый мир под названием Хурлак-Кюэль. Алладинаева, Али Бастанов, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будь с нами, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 5 золотых тысячи причин услышать «Да». Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас! Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Утро – это прилив бодрости и желания творить. Это не туфли, это какое-то чудо, посмотри, я вообще, я в восторге. Только сережки себе не одену. Утро – это улыбки и радость. Доброе утро приносит добрый день. Не пропустите «Утро России» Карачаево-Черкесия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok